Виталий, приветствую тебя! Сегодня среда, наш с тобой второй недельный эфир. Продолжаем разбирать события рыночные с позиции новостей, технические возможности. Все мы этим делимся с теми, кто следит за нашим с тобой совместным творчеством, подсказываем, как работать на финансовых рынках и что в плане возможностей локально можно использовать. Сегодня, если обратить внимание на экономическое календарь, день обещает быть интересным, потому что несколько, ну точно уж и важных релизов по штатам. Это ADP отчета по состоянию американского рынка труда, который предвосхищает, предваряет как угодно, можно сказать, Non-Farm Perils, отчет, который выходит традиционно в первую пятницу каждого месяца. И важность этого отчета, Non-Farm Perils, она обусловлена тем, что это лучший индикатор сейчас состояния американской экономики, тем более, что мы все прекрасно знаем, если обратить внимание на комментарии представителей Федрезерва и в том числе руководителей Федрезерва, что сейчас один из самых главных головников для них – это именно просадка на рынке труда. Потому что без экономической активности, которая должна опираться на здоровый потребительский спрос, на высокие темпы роста заработных плат, ну нельзя добиться возвращения экономики к тем показателям, которые мы видели до пандемии. Поэтому, если вам, друзья, интересно, что, в принципе, происходит с американской экономикой, вы должны смотреть на вот такие важные макроэкономические вводные показатели, как Non-Farm Perils. И сегодняшний отчет EDP, он за несколько дней публикуется для официального релиза, и по нему, в принципе, из-за того, что природа между ними коррелирует, можно сказать, к какому отчету стоит готовиться в пятницу. Я предлагаю перейти к графикам, начнем с индекса американской валюты. Так, секундочку. Так, индекс доллара, друзья, на ваших экранах сейчас котировки 90.76, существенно выше 91 пункта мы не прошли, по крайней мере, там долго не задержались, вновь снижаемся. Кстати, стоит отметить, что, как ни крути, но рынок продолжает реагировать на любые новости, связанные с мерами экономического стимулирования. Вот вчера лидер палаты, лидер Сената Конгресса Шумер прокомментировал, что сегодня эта часть американского Конгресса, которая, в принципе, должна дать окончательно свое согласие с новым экономическим стимулом, будет голосовать за законопроект. Я не уверен в том, что сегодня будут какие-то решения, по крайней мере, у них время точно есть до 14 марта, но сам факт того, что все-таки этим законопроектом занимаются, и он неизбежно будет принят до 14 марта, снова напомнила трейдерам, что доллар в этой связи может неплохо просесть, потому что, ну, так вот реагирует американская валюта на мгновенный приток ликвидности на рынок. И мы в этом могли убедиться еще в рамках 2020 года. Каждый раз, когда доллар начинал активно валиться, это накладывалось на решение о дополнительных экономических стимулах со стороны либо ФРС, либо непосредственно властей США и администрации Белого дома. Поэтому сегодня по индексу доллара я тоже конкретно рекомендации не буду давать. Я думаю, что те, кто ранее уже прислушивался к тому, что я говорил, что ты говорил, уже для себя приняли какое-то решение, как на долгосрок действовать по этому инструменту. Стоит ли ждать еще более глубокой просадки по ходу к многолетним минимумам, либо после тестирования 90 пунктов искать точки входа на долгосрочные покупки, если за основу своего такого долгосрочного анализа взять цикличность движения этого инструмента. Ну, как бы здесь традиционное отношение каждого инструмента и индекс доллара не исключение. Два лагеря трейдеров, покупателей и продавцов. Я все-таки сторонник пока что лагеря продавцов. Что касается конкретных рекомендаций прошлого нашего с тобой эфира, я рекомендовал смотреть на рынок нефти, в частности, на Brent Selfstop. Сделка была с отметки 65.20, сейчас кассировки 62.82. Сделку нужно держать с целями в районе 60 долларов за баррель. Раньше до этой цели было много, практически 10%. Сейчас уже эта сделка не такая интересная, поэтому, друзья, если вы ее упустили, вы ее упустили. Что сказать? Почему нефть локально снижается? Почему нефть пока что можно рассматривать только лишь с позиции движения вниз? Потому что завтра будут оглашены итоги заседания ОПЕК. И, как уже доподлинно известно, поднимут и уровень нефтедобычи. Саудовская Аравия откажется от одностороннего сокращения нефтедобычи на 1 миллион. В совокупности с апреля на рынке появится дополнительно 1,5 миллиона. Сегодня еще 18.30 данные по запасам нефти. Так же, как и ситуация с рынком труда, когда по EDP мы судим о том, какой может быть статистика по non-farm perils. Я могу сказать, что в отношении нефти по запасам у нас есть сначала американский институт нефти, который опубликует данные. И на основании этого отчета можно прикинуть, какие в итоге выйдут данные от официального ведомства. Так вот, американский институт нефти показал то, что запасы выросли серьезно. Если официальная статистика будет такая же, со знаком плюс, то, пожалуйста, вот еще одна причина ставить на снижение цен на нефти. Так, и что касается сегодняшних сделок, я предлагаю взглянуть на перспективу пары евро-доллар. И, в частности, поработать с уровнем 1,2050. Сделка конкретная, байлимит значений. 1,2050, стоп-лосс 1,1990 и тейк-профит 1,23. Уровень работает в данном случае значительно ниже этой планки. Мы не проходим 1,2050, я имею в виду. И если в ближайшие дни на волатильность, опять же, мы снова через коррекцию дадим движение к этому рубежу, я думаю, что можно будет рискнуть и поставить на то, что впоследствии снижения курса американского доллара, который ожидается с учетом завтрашнего выступления Пауэлла и потенциальных слабых данных по Non-Farm Perils, это должно будет привести пару евро-доллар к локальным максимумам и поспособствовать тому, что эту неделю мы все-таки закроем выше отметки 1,2150. И давно мы не смотрели на другие инструменты. Мне вот сейчас локально нравится пара австралийцев против доллара, потому что вчера было заседание Резервного банка Австралии. Политика и курс, он будет сохранен мягким. По аналогии с реакцией трейдеров на мягкую риторику Резервного банка Австралии, я могу сказать, в 9 из последних 10 случаев заседания австралийский доллар после заседания Росли прибавлял от фигуры до 2. Сейчас потенциал... Кстати, мы действительно вчера увидели, что австралиец развернулся по факту прошедшего заседания мягкой риторики. Сейчас локально в целом продолжает расти котировки 0,7822. И сделка – это buy limit с значением 0,7780. Это как раз в том случае, если будет еще небольшая коррекция вниз, как в ситуации с евро-долларом. Оттуда уже выкупить и также ставить на то, что ослабление курса американского доллара поможет австралийцу вкупе с реакцией трейдеров на итоги заседания Резервного банка Австралии. Долгосрочные целевые ориентиры по австралийцу – это движение выше 0,80, но это краткосрочная сделка, поэтому стоп-лосс будет на отметке 0,7730 и ждем пару в районе 0,7950. Виталий, слово тебе передаю. – Так, иммунистрация корана пошла. Ну смотри, в принципе, так скажем, все, что ты сегодня сказала, я с этим согласен на 100%. Даже, в принципе, мне не нужно сегодня выступать, просто сказать, что я дублирую твои идеи, да, потому что вот как мы позапрошлый раз, я дублировал твою идею, это шорт-фунт, он, в принципе, неплохо отработался. Нефть в прошлый раз я поддерживал шорт, сам не шортил, отработалась. И евро-доллар на текущий момент, напомню, я с понедельника говорил за шорт по евро-доллару, там, с прошлой недели. Мы с этого шорта уже вышли, вышли, конечно, не словили прям минимум, ну, неплохо так заработали на шортах, более фигуры взяли. И сейчас я аналогично смотрю покупки по данному активу. Только вопрос, мы будем расти с текущих и как раз в тот район, который, как ты указал, там, 20-50, возможно, сегодня откат. Можно ловить аналогично лимитку, я могу продублировать, подтвердить данную идею. Более идеально было бы подождать, как сегодня дневка закроется, потому что может быть такое, что мы будем падать и не остановимся в районе 20-50, и там закроемся где-то под минимум дня, там районик там 1-20. Дальше, понятно, там будут только-только шорты. Поэтому я дублирую евро-доллар, то есть аналогично 20-50. Стоп-лосты ставил 20 где-то. 1-19-90. Да, да, ну, в принципе, да. То есть это, в принципе, можно где-то в районе, там, за вчерашний минимум. Туда, по идее, если формируется лонг, не должны идти. Идея тоже с сильным лонгом. Вот я раньше топил сильный зашорт, но, скажем так, как техническая картина все время меняется, то у нас возможно, что пока мы не прошли вот этот минимум, который у нас был в феврале, то есть где-то в районе там 19-50, у нас еще сохраняется лонг по вчерашнему дню, как мы выкупили, я перевернулся, что здесь, возможно, формируют сильный лонг с добоем вот этих хаях, которые были в январе. Да, я еще целился на него на, на там, на прошлой неделе, но когда картина менялась в шорт, я перевернулся в шорт. Сейчас снова картина меняется на лонг, поэтому тоже будут топить за лонг. Обязательно ставить стоп-лосты, потому что, как уже сказал, если мы будем проваливаться по евро, то можем очень сильно уйти вниз, не нужно там пересиживать, как некоторые ребята там пересиживают евро, по золоту пересиживали, допересиживали, так скажем, а золото показало тем, кто торгует без стоп-лоста, что до маршн-кола недалеко. Поэтому дублирую, и в принципе, на австралийский доллар аналогичный, я думаю, что, или как вариант, как я сказал, евро, или секущих, или, конечно, красиво было откатить, красиво закрыться, и дальше мы будем идти по тренду, наверх. Ну и нефть, комментарии, в принципе, как я сказал правильно, кто не успел на хаяк сшарпануть, на текущий момент, возможно, через какую-то коррекцию будем дальше смотреть на шок, потому что неплохо пошел какой-то импульс вниз, и пройдет коррекция, потом можно будет рассматривать шорп, возможный контртренд. Ну и, в принципе, что еще можно сказать по рынку? Ну нет, все инструменты одинаковые, скажем, что индекс доллара, что евро-доллар, вот тот же самый индекс доллара, кто там торгует, допустим, по сравнению с евро-долларом, аналогичная картина, то есть какой-то откат в районе там 91, возможно, пробовать чертить со стоп-лоссом за вот этот хайк в районе там 91,50. Пока вот так, поэтому, я думаю, возможно, победим рынок мы с тобой на этой неделе, там, четверг-пятница, возможно, будет реализация этих идей, возможно, там, до следующей недели. Обязательно, напомню, соблюдать риски, потому что здесь существуют варианты и, скажем, сильного роста индекса доллара, если будем пробивать все хайи, аналогичный евро-доллар. Поэтому как-то вот так беломонетом закончим. Понял, Виталий, спасибо тебе. Действительно, времени до следующего эфира очень много, и все важные события, они как раз собраны под конец этой недели, когда у нас с Виталием не будет возможности вместе с вами прямо в моменте все это обсуждать. Ну, подведем итоги тогда в следующий понедельник. Напоминаю, что впереди выступление Паула это завтра, итоги ОПЕК тоже завтра и в пятницу Non-Farm Perils. Все вот эти отчеты точно заставят инструменты оказаться на совершенно других уровнях, нежели чем сейчас. Пока что рекомендации у нас однонаправлены, это редко стоит отметить. Бывает, но, может быть, это как раз тот случай, когда мы точно прям выбьем десятку вместе. Виталий, спасибо тебе за твои комментарии. Хорошего тебе закрытия недели, классных выходных и до встречи уже в понедельник. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok